МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Наши домашние любимцы» и сегодня в программе. Смотрите. Плюсы и минусы полостных операций кошек. Экстерьер, интеллект и методы дрессировки и воспитания немецкой овчарки. И несколько слов о декоративных водоемах и их жителях. Стерилизация кошек и собак – животрепещущая тема для многих владельцев домашних животных. Что же это такое, мы сегодня и расскажем в нашей программе. Рано или поздно перед владельцами кошек и собак встает вопрос стерилизации своего животного. Вопрос неоднозначный, и решать его надо, на наш взгляд, исходя из основных условий. Содержится ли кошка или собака в квартире или в частном доме? И вторая – для чего вы взяли в дом животное? Для разведения или просто для себя? Итак, вы не собираетесь сводить свою кошку, однако у нее началась течка, и что-то нужно делать прямо сейчас. Иначе не будет покоя ни вам, ни кошке, ни вашей мебели. Ветеринары сходятся в одном – если от животного не планируется получать потомство, лучше выход – стерилизовать его. Операция дает в первую очередь спокойствие хозяину, потому что животное не гуляет, она не кричит, не просит, у собачек нет течки. То есть вот эти проблемы все убираются напрочь. Во многих странах стерилизацию принято считать стандартной нормой содержания животных в доме. Такой же, как и ежегодные прививки, за исключением породистых животных, предназначенных для разведения. Также в массовом порядке стерилизуют бродячих животных. У нас многие владельцы кошек относятся к этой операции настороженно, предпочитая делать животному гормональные уколы или давать препараты, временно снимающие в лечение. Далеко не каждый хозяин знает о том, что все эти препараты – это гормональные препараты в первую очередь. И в любом случае они приносят в первую очередь вред животному. Вред заключается в том, что все эти гормоны вызывают у животного состояние постоянной беременности. Конкретно у самочек это в дальнейшем вызывает гормональный сбой, который приводит к загноению матки, кистам в яичниках, пиаметрит, эндометрит, вплоть до того, что у некоторых животных подобные препараты вызывают снижение инсулина, могут вызвать сахарный диабет даже. В дальнейшем все это выливается с возрастом в проблему, потому что животное, которое страдает эндометритом, это хроник, и оно не вылечивается. Вылечить его можно только оперативным путем. То есть это тоже операция. То ли удаляются онкологические разрастания на молочных пакетах, то ли удаляется причина, матка, яичники кистозные, гиперплазированная матка, либо уже гнойная матка. Они в свою очередь несут опасность и вред животному. Постоянный прием гормональных препаратов чреват онкологическими проблемами в будущем. Самое щадящее из всех гормональных мер – это укол, снимающий течку на полгода. Однако он может применяться только в самом крайнем случае, поскольку провоцирует всю ту же онкологию. Вредят кошачьему здоровью и пустые течки. В норме у кошки течка должна идти 2-4 раза в год. Но если кошку не сводить и не стерилизовать, она может начать просить и каждый месяц. И это уже показатель начинающихся проблем – опухолей матки или яичников, и пиометры – гнойного воспаления матки. Загноение матки – это гной в организме, который всасывается в кровь и вызывает интоксикацию. Животное вялое, не кушая долгое время, может стать агрессивным, что тоже немаловажно, потому что агрессия – это все-таки страдают хозяева в этом случае. Процедура стерилизации проводится под общим наркозом. После операции животное некоторое время находится в стационаре под надзором врача. Данная кошечка одета в рубашку. Здесь вам видно, рубашечка у нее сзади зашнурована. В принципе, обработок никаких не требуется в течение недели. Обработки нужны в тяжелых случаях, когда идет подмокание шва, либо запревают шов. Но это, как правило, редкость. Никаких инъекций, ничего хозяин не вносит. Эта кошечка проходит в этой рубашечке 7 дней, на седьмой день хозяйка принесет к нам, мы снимем рубашку, снимем швы, и кошка будет свободна. Почему же многие так боятся этой операции? А потому, что существует несколько заблуждений, касающихся стерилизации. Первое из них – стерилизовать кошку неестественно, следовательно, вредно. Содержать кошку в домашних условиях неестественно в принципе. Посмотрите на уличных кошек, ведущих естественный образ жизни. Они регулярно недоедают, страдают от паразитов, приносят котят в среднем 3 раза в год, в течение всей жизни. Половое созревание у кошки наступает в 7-9 месяцев. В одном помете бывает от двух до восьми котят. Американские ученые подсчитали, что кошка и ее потомство за 7 лет могут произвести на свет 420 тысяч кошек. Но, конечно же, большая часть котят не выживает. И это естественно, так как иначе им просто негде было бы жить и нечем питаться. Так что же получается? Так ли хороша? Естественная жизнь. Домашние кошки лучше питаются, получают необходимую медицинскую помощь, не подвержены многим опасностям, подстерегающим уличных животных и, соответственно, дольше живут. Естественно, не всегда синоним слова «здорова». Второе заблуждение. Кошку обязательно нужно свести хоть один раз, и только после этого можно стерилизовать. Не стоит очеловечивать животное, каким бы разумным оно вам ни казалось. Зверь есть зверь, и живет он инстинктами, а не разумом. Сводить животное или нет – решать вам. Если вы решите свести его один раз, постарайтесь сделать это как можно раньше. Сводить кошку во время первой течки нежелательно, поскольку ее организм, скорее всего, пока не готов к беременности и родам. О том, когда лучше всего это сделать, стоит проконсультироваться с ветеринаром, ведь все индивидуально – как у нас с вами, так и у братьев наших меньших. У самочек операция начинается с возраста 7-8 месяцев, и, в принципе, возраст ограничивается только старостью, потому что старые животные гораздо тяжелее переносят наркоз. Стерилизацию нельзя делать во время течки, нужно переждать, пока она закончится. В любом случае, чем раньше вы стерилизуете кошку, тем лучше, ведь с возрастом опасность развития воспаления будет только увеличиваться. В случае, если воспаление уже есть, операция жизненно необходима, и, как ни печально, более опасна. Заблуждение третье. После стерилизации кошка может располнить. Действительно, такая вероятность существует, хотя эта проблема характерна скорее для котов. Происходит это потому, что животное получает калорий больше, чем расходует. Именно поэтому к питанию стерилизованной кошки нужно подойти более внимательно и ни в коем случае ее не перекармливать. Итак, подведем итог. Статистика свидетельствует, что у стерилизованных собак и кошек реже встречается опухоль молочных желез. После стерилизации животное становится спокойнее и послушнее. При этом сама стерилизация никак не влияет на его темперамент. Животное активным останется и после операции. К минусу можно отнести тот фактор, что стерилизация – это полостная операция, проводящаяся под общим наркозом. Поэтому определенный анестезиологический риск есть в любом случае. И то, что выход из наркоза весьма болезненный и после операции требуется время на реабилитацию. Операция – это риск, но больший риск, когда гниет матка и животное может от этого погибнуть. Либо когда онкология, и она врастает в мышцы, и просто невозможно ничего сделать. Вы смотрите, как ваше животное погибает в важных глазах. Поэтому решайте. Или вы соглашаетесь на полноценную жизнь своего любимца со всеми вытекающими последствиями, или выбираете стерилизацию, после которой животное перестанут мучить похотливые страсти. В прошлом выпуске программы «Наши домашние любимцы» мы разбирали характерные особенности немецкой овчарки. Сегодня мы расскажем об экстерьере, интеллекте и методах дрессировки немецкой овчарки. Еще ученые Древнего Рима рекомендовали оценивать животное по внешним признакам. Но учение об экстерьере появилось гораздо позже. Только в Средневековье начал формироваться профессиональный интерес к внешнему виду собак. Термин «экстерьер» в 1768 году впервые ввел в обращение французский ученый Клод Буржела. Он определил понятие идеального представителя данной породы. Это собака, отвечающая условным нормам, красоты, определенным стандартом. Эти нормы достаточно трудно описать в стандарте, но невзирая на свою условность, они все же точно определяют нужные качества. Если мы уже ведем речь о стандартах немецкой овчарки, то определяем лишь пути совершенствования этой породы. Под термином «стандарт породы» следует понимать единство устоявшихся физических, психических и эстетических признаков породы. В последней редакции стандарт на немецкую овчарку вышел в 1978 году. Утвержден и утвержден FCI. Немецкая овчарка выше среднего порода собак, оптимальный размер для кобелей 60-65 сантиметров в полке, для сук 55-60 сантиметров. Анатомически эта собака устроена таким образом, как мы уже говорили выше, чтобы при использовании в службе она затрачивала минимум энергии. В стандарте очень четко прописан окрас немецкой овчарки. Она может быть следующих окрасов. Серо-зонарная с различными оттенками, чепрачная, черно-подпалая и черная. Других окрасов нет. Разрешены отклонения вверх или вниз на 2,5 сантиметра. Большие отклонения в ту или другую сторону снижают ценность собаки в ее приложении как носителя породы. Немецкая овчарка имеет немного удлиненное туловище и хорошую мускулатуру. Кость узкая, телосложение крепкое, соотношение роста, длины туловища и расположения конечностей, так называемый угол, позволяют долго бегать на большие дистанции. От ненасти собаку защищает густая шерсть. Но развивая хорошие внешние данные не следует забывать и о практическом применении собаки. Немецкая овчарка, которая отвечает стандартам породы, вызывает у наблюдателя ощущение первозданной силы, ума и гибкости. Нет никаких сомнений, что в таком здоровом теле живет здоровый дух, а повадки и движения животного свидетельствуют о перспективе ее длинного и надежного использования как служебной собаки. Как правильно выбрать щенка? Все зависит от того, для каких целей вы берете щенка. Поэтому вам необходимо поинтересоваться родителями его. Из каких линий происходит эта собака? Из рабочих или же из экстерьерных? Если вы хотите участвовать в соревнованиях по ИПО, то лучше собаку взять от рабочих линий. Если для участия выставок, то от собак экстерьерных высокого разведения. Хотя исключения бывают и там, и там. Можно и там выбрать красиво сложенного щенка. А от экстерьерных собак известны случаи, когда добивались больших успехов на соревнованиях по дрессировке. Следующее, на что надо обратить внимание, это здоровье. Щенок должен быть крепким на вид, находчивым, уверенным в себе и достаточно откормленным. Шерсть должна быть чистой, а животик без красных пятен и прыщиков. Глаза у него не слезятся. У одних щенков ушки встают в возрасте 4 месяцев, а у других в 5 недель. Однако у всех 6-месячных щенков овчарки ушки обязательно должны стоять. И желательно, чтобы они были высоко посажены. Хвост не должен забрасываться над головой, закручиваться кольцом или крючком. Когда щенок в стойке, его хвост опущен вниз с небольшим изгибом в виде сабли. Заводчик должен вам дать в качестве приданного рецепт питания, перечень противоглистных мероприятий и прививок, уже сделанных и тех, которые еще следует сделать. Не забывайте, что правильное питание и своевременная вакцинация это главное для правильного формирования щенка. Какими качествами должен обладать тот человек, который решил в своей жизни завести именно немецкую овчарку? Человек и хозяин, но это практически одно и то же. Если с точки зрения психологии, это все-таки человек, имеющий активную такую жизненную позицию, потому что других моментов здесь нет. С одной стороны и с другой стороны, которого в силу каких-то обстоятельств он не может себя выразить по-другому, а вот он выражает это через немецкую овчарку, через участие выставки это приснижит, через соревнования, когда показывают власть над собакой или наоборот, он показывает, как его собака там властвует над кем-то. Это люди, которые в принципе на что-то претендуют. Это человек, который, хотя, если взять ту же самую Германию, там немецкой овчаркой занимаются больше собаки, люди, которые уже вышли на петель. Порода собак немецкая овчарка относится к красивым породам собак, гармонично сложенным. Поэтому человек, имеющий такую собаку, должен обладать чувством красоты. Этот человек должен быть по темпераменту сангвиником. Если вы все-таки решили заняться племенным разведением и именно с этой целью взяли породистого щенка с прекрасной родословной, обладающего замечательными экстерьерными задатками, вам прямая дорога на выставку. Именно там вы сможете показать, что выросло из вашего питомца, что получил он от родителей, насколько оправдался расчет разведенца. Но до выставки необходимо пройти плембсмотр, этакий ежегодный отбор для племенной деятельности собаки. Проводится это мероприятие ежегодно отделениями КСУ. На керунге вашу собаку опишут, обмерят, результаты внесут в учетную карточку. После этого в случае соответствия на собаку выдадут сертификат на право племенной деятельности. В основном на плембсмотрах осматривают щенков и молодых собак. Племенной смотр не стоит путать с выставкой собаки. Керунг является несколько облегченной формой смотра соревнования, где при определении результатов учитывается и экстерьерный уровень собаки и ее достоинства в работе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Немецкая овчарка это чрезвычайно умное и сдержанное животное, которое может быть охранником, защитником, поисковиком и охотником. Эта порода создавалась не один десяток лет. Благодаря высокому интеллекту она отлично поддается дрессировке. Но важным вопросом является то, как дрессировать немецкую овчарку. Существует понятие методика. В принципе, дрессировка ничем не отличается и та, и другая. Вопрос стоит в методике. Есть вот сейчас такое модное слово бесконфликтная дрессировка. В армии были такое понятие, как бесповядковый метод. Вы понимаете, что в принципе все зависит от того, какую цель мы ставим. Если мы, например, ставим цель, чтобы эта собака была для себя, то мы ее можем как попало дрессировать. Главное, она выполняет наши команды. Воспитанием животного следует заняться максимально рано. В более юном возрасте щенки усваивают все элементы воспитания гораздо легче и быстрее. В 2-3 месяца жизни овчарка уже прекрасно поддается дрессировке. Рекомендуется начать разучивание команд сидеть, лежать. С 8-й по 11-ю неделю необходимо максимально ласково обращаться с питомцем, поскольку в этот период жизни он очень эмоционально нестабилен. С 13-й по 16-ю неделю необходимо обозначить для щенка иерархию. По достижению возраста 4-х месяцев животное уже должно четко знать, кто в семье главный. В противном случае овчарка вырастет неуправляемой и даже опасной. Подростковый период начинается с полугодовалого возраста. Он очень схож с человеческим переходным возрастом. Животное начинает проявлять непослушание, свой характер и самостоятельность. Этот период должен быть подмечен человеком. Нужно стараться более жестко воспитывать животное, дабы ему было понятно, что авторитет хозяина непоколебим и нужно делать так, как он велит. Обучение наверное начинается с момента того, когда хозяин собаку взял в руки. И оно продолжается на протяжении всей жизни. Как и у людей, так и у животных бывает начальная школа, среднее и высшее обучение тоже у них бывает. Университет? Ну, университет, может, академия, я не знаю. Моя собака, может, академическое образование получила, мне повезло. Поэтому по возрасту сначала маленькие собаки получают минимальное обучение, то есть буквы учат, потом слоги, потом слова, и в конечном итоге собаки выходят на уровень, когда они могут выполнить сложные задачи, то ли по поиску взрывчатки, то ли по поиску людей, то ли по задержанию, то ли по охране жилища, обхознан. Мы обучаемся всю жизнь, да, и собака обучается тоже всю жизнь и получает определенные навыки, которые могут пригодиться всему, спасти жизнь человек. Стоит ли говорить, что немецкая овчарка это нетленный символ выдержки и дисциплины? Универсальность и уникальность этих собак как раз и заключается в том, что это одна из немногих пород, которую можно с успехом использовать во всех сферах применения пользовательных собак, от работы в полиции и спорте до проводников слепых. Существует несколько направлений или видов дрессировок. Спортивные дрессировки, пришедшие к нам из-за границы, это шусхунт и ипо. Но нам более знакомо наше, так сказать, родное ОКД, общий курс дрессировки и ЗКС, защитно-караульная служба. Дрессировки с уклоном агрессивного и активного состояния собаки во время обороны или охраны вещи. Если мы говорим о спортивной подготовке собаки, то эта собака должна там четкость, быстрота, безотказность работы. Если мы говорим в прикладной или в той же самой шоу собаки, то это не столь важно. Главное, что она идет с нами, она показывает управление. Если мы говорим в той же самой спортивной собаке, есть такое понятие как концентрация. Если даже взять в службе, мы тоже можем говорить о концентрации. Почему? Потому что, если собака, например, охраняет вас, она должна на вас смотреть. Но есть спецслужбы, в которых надо рассеянуть внимание собаки. Она должна вас чувствовать, а не видеть. И там, в принципе, одно и то же, но специфика дрессировки есть. А есть такое понятие мозги? Конечно, конечно. Элементарная суточная идея, конечно, есть. И вот именно в шоу собаки это явно присутствует. И почему ее люди любят? Потому что она очень интеллектуальная. Но это же опять за собой тянет снижение ее психических именно твердостей характера. Потому что начинает уже там проявлять какие-то пацифистские настроения. такие. Правильно дрессировать немецкую овчарку непосильная проблема для многих собаководов. Дрессировка это искусство, которым необходимо грамотно апеллировать. Сейчас идет тест мудпроба, так называемый, который проверка характера и всех процессов, которые у собаки происходят. Вот вы видите, что он двигался, показал управление собакой. Когда выскочил фигурант, оказал на собаку давление, собака пошла, схватила за рукав. Начал он воздействовать на нее механикой давить, имитацией удара. Собака не бросила, не переключилась, а продолжает его удерживать и бороться с фигурантом. О чем это говорит? О чем это говорит, что у него процессы, правильные все процессы, и что эта собака практически пригодна для любой службы. Это был фактор неожиданности. Сейчас будет лобовая атака. Лобовая атака, это если мы фактор неожиданности просто случайно выскочили, то теперь вот он выскакивает и бегит устрашающе замахиваясь на собаку. И вот собака его захватила и он теперь начинает имитировать и легкие удары наносит. Остановился. И теперь мы сможем, собака должна по команде владельца прекратить хватку и начинать охрану. Прессинг. И вот она это показывает, потому что это говорит об управляемости собаки, что собака если кого-то укусит, можно в любой момент ее снять. Это говорит о том, что эта собака полноценная собака. Немецкая овчарка имеет высокий коэффициент адаптивного интеллекта. Это позволяет животному максимально быстро подстраиваться под окружающую среду и действовать, что называется, по обстановке. Кроме того, присутствует высокий инстинктивный интеллект, который указывает на сильнейшие инстинкты животного. Интеллект послушания указывает на податливость животного и его желание сотрудничать с человеком и получать максимум пользы от этого. Ввиду чего животное привыкает к собственной кличке уже через 4 дня ее регулярного произношения в адрес питомца. По классификации породы она стоит на третьем месте. На первом месте стоит коля, на втором месте стоит пудель и на третьем месте по восприятию и запоминанию команд, ну будем так говорить, по уму, стоит немецкая овчарка. Ну как бы там ни было, вот ее так... Ну знаете, я вообще-то врач-психиатр и могу сказать, что в семье бывают и умные и не очень умные люди, поэтому так и у собак, но в большей части да, она считается как бы универсальной. Немецкие овчарки мужественные, бесстрашные собаки. Они уверены в своей силе, настороженные, сосредоточенные и очень умные. Немецкая овчарка это прирожденный сторож, отличный повадарь для слепых, чудесный пастух и собака-охранник. Очень часто говорят о недоверчивости овчарок. Да, они не сразу и не каждому дарят свою любовь. Но если же, по их мнению, человек достоин дружбы, то поверьте, более преданного и верного товарища вам уже никогда не найти. Сегодня в рубрике «Золотая рыбка» мы расскажем про открытые водоемы, проще говоря, про декоративные ставки и про их жителей. Аквариумы, террариумы – все это чудесно, если вы живете в квартире, а если у вас есть собственный дом земельным участком. Не приходила ли вам мысль создать маленький оазис с декоративным ставочком в центре? Сегодня миром овладело новое увлечение – ставки с разноцветными карпами кои, осетровыми и декоративными китайскими карасями сарасой и шубункин, проще говоря, золотыми рыбками. Если вы думаете, что золотые рыбки могут жить только в аквариуме, то глубоко ошиваетесь. Золотые рыбки разных пород – это настоящее украшение большого водоема. Наблюдать за этими оригинальными созданиями никогда не надоедает, как и за величественными движениями пресноводного осетра, который дополняет и без того приятную картину. Однако истинными королями открытых водоемов считаются японские карпы – кои. В настоящее время существует много теорий и дат, которые касаются истории появления кои. Дикий карп – сазан – все время был характерным символом для стран Азии и Дальнего Востока и присутствовал на бытовых изделиях из глины разного рода высечках и рисунках. Истории и сказки с сазаном в главной роли передаются из поколения в поколение. Существует очень много разного рода спекуляций насчет возникновения цветного карпа, но почти все авторитеты в этой области согласны, что современные кои были выведены в Японии примерно в XIX веке. Считается, что самый первоцветной карп был красным, потом белым, а потом в результате скрещивания особей двух цветов появились красно-белые красавцы. В то время этих рыб называли хигои, а позже сократили догои или кои. Интенсивное скрещивание разных производителей различных окрасок продолжались, и в 1915 году на выставке в Токио миру была представлена трехцветная мутация кои. Для того, чтобы достичь этого результата, была проделана работа на протяжении 25 лет. Как только появилась трехцветная расцветка, разведение и размножение кои стало очень популярным в Японии. Долгое время кои не покидали своей родины, оставаясь привилегией, знати и украшая собой ставки в имениях аристократии и даже самого императора страны восходящего солнца. Благодаря своей изысканности и красоте они получили титул императорских рыб. Впоследствии же они появились и в небольших прудиках возле домов простых японцев. Как это ни странно, но в Японии карп это прежде всего домашнее животное, как наши кошки и собаки. Карпы кои добродушные, неприхотливые к корму, непугливые, быстро привыкают к людям иных кое можно даже потрогать. Эта рыба прекрасно себя чувствует в садовых бассейнах как летом, так и зимой. Но все-таки на зиму ее рекомендуют пересаживать в защищенное от мороза место, либо делать укрытие из полиэтиленовой пленки над водоемом. Разведение этих рыб по-настоящему увлекательное занятие, которое сегодня широко распространено в Европе и США. Из Японии эти рыбки переселились у декоративной ставки всего мира. Однако произошло это только после Второй мировой войны. В то время цены на кое были просто заоблачными и позволить их себе содержать могли только очень богатые люди. Сегодня кое можно встретить и в ставках президентов и кинозвезд, и медиамагнатов, и нефтяных королей. Обитают они и в аквариумах офисов, банков, ресторанов. У всех тех, кто ценит изысканность и красоту. Коллекция высококлассных кое не менее престижна, чем собрание живописных полотен или антиквариата. Порой такая коллекция оценивается в сотни тысяч долларов. Эти коллекции страхуют и передают по наследству, ведь рыбы могут прожить больше ста лет. Причем цена рыбы растет пропорционально ее возрасту и размеру. Японцы изобрели самый мирный способ завоевания мира, и с этим нельзя не согласиться. Красота и грациозность карпа в кое просто завораживает, и настоящие любители готовы отдать половину своего состояния для покупки понравившегося им экземпляра. А на сегодня все. Смотрите нас на телеканале МТМ. 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 Редактор субтитров А.Семкин